Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать нарядное женское платье в Adobe Illustrator. Это технический рисунок платья, которое мы выполним в двух вариациях. Это в черно-белом виде и, соответственно, сделаем ему красивую заливку цвета. Итак, поехали! Как мы это будем делать? Первое, что я сделала, загрузила шаблон фигуры. Вы можете его скачать. Я ссылочку оставила под видео совершенно бесплатно. У нас есть также другие шаблоны на модельную фигуру, классическую женскую фигуру, плюс сайз. Так что смотрите и используйте в свое удовольствие. Они подходят не только для программ, но вы можете их распечатать и, соответственно, на них рисовать. А сейчас мы с вами займемся коррекцией нашего шаблона, потому что я буду рисовать платье без рукавов и мне не понадобятся ручки. Соответственно, что я делаю? Инструментом Direct Selection выделяю три руки, кнопочкой Del удаляю все лишнее. Теперь выбираю инструмент прямого выделения. Это черная стрелочка. Делаю двойной клик, попадаю в режим изоляции. Смещаю в сторону мой шаблон с нажатой кнопочкой Shift и опять нажимаю кнопочку Shift, потом Alt, отпускаю кнопки клавиатуры. И вот получила два шаблончика для того, чтобы нарисовать вид спереди и спинку. Двойной клик, выхожу из режима изоляции. Так, я присмотрела для вас более интересное такое корсетное платье. Думаю, что уже многие заждались. Мы в этом челлендже рисовали с вами другие эскизы, там футболки, брюки, жакеты, базовую рубашку женскую. Ну, то есть такие основы, на которых я вам показывала и знакомила вас с Adobe Illustrator, вы могли бы это сделать. Если еще не видели, заходите, обязательно посмотрите. Все ссылочки есть под видео, прям на каждое видео можете зайти и посмотреть, как что отрисовывали. Сегодня немножечко усложняем и делаем большую красоту. Мне многие писали, просили, что это более сложное у платья с блестками, платья с пайетками. Вот сегодня мы нарисуем базу и посмотрим, как на это платье добавить блестки или пайетки. Итак, начинаем мы рисовать с основы. И в данном случае я выбрала корсетное платье. Смотрите, на данном шаблоне уже есть разметка линий, которая нам очень поможет соблюсти форму чашечек и так далее. Я блокирую мой слой, создаю новый слой, делаю черный контур и без пунктира. Сразу это мы все с вами собрали. И давайте начнем уже делать красоту. Форма чашечки у меня здесь есть. И я по ней, соответственно, пойду. Даже если вы рисуете, например, от руки, вы можете скачать этот шаблон, распечатать и что-то аналогичное сделать от руки. Платье будет прилегающего силуэта. Соответственно, я рисую его прям впритык по моей фигуре. И сделаю его такой пикантной длины, чуть ниже колена. Так, мне нужен центр. Собрали. Здесь вот немножечко у меня форма мне не нравится. Я ее сейчас откорректирую. Корректируйте форму. Корректируйте. Даже если вы рисуете от руки карандашиком, тоже корректируйте. Вот таким образом. И вот эту линию тоже нужно немножечко поменять. И вот здесь добавить нам с вами выгиба. В эту сторону не нужно, а в эту нужно. Вот так мы сделали. Теперь оформляем саму чашечку. У нас есть с вами две возможные линии. И мы сейчас выведем вот на эту линию. Я бы хотела сейчас что сделать? Я бы хотела сейчас отрезать чашечку от основы для того, чтобы потом она могла быть залита другим цветом. Соответственно, здесь я четкую линию дала, а здесь я вышла просто за контур. Беру инструмент обработка контуров. Вы его найдете. Окно обработка контуров. Вот оно у вас вылезет. И разрезаю все между собой. Вот эта вот штучка разделения. Правой кнопочкой мыши разгруппировать. Лишнюю часть убираем. И у меня, смотрите, получились две детальки. Одна в одной. С идеальной стыковкой между собой. Вот в этом-то вся и прелесть. В этом-то весь. А, и смысл был. Теперь я прорисую вот здесь еще один шовчик параллельный. Немножечко откорректирую кривизну. Так. И теперь линию по чашечке. Вот отсюда тоже еще одно исчленение. Так. Оно у нас будет двойное. Признаюсь честно, у меня эскиз немножечко... Я уже его думала. То есть я его не рисую прямо с головы. Я уже его накидала руками. У меня такой набросочек есть перед глазами. И я его переношу. Ну, в принципе, формировать эскиз сразу в водопилюстраторе тоже можно. Но, чтобы сейчас не включать вас в большие творческие поиски, я его заранее немножечко начертила, чтобы было проще нам с вами работать. И, ну, быстрее. Потому что когда творческий поиск, тогда, конечно же, это все намного дольше получается. Вот. И по верху тоже можно дать линию от строчки. Нажимаю я сочетание клавиш Ctrl-Z. Это шаг назад. Вот так. Видите, вот здесь вот получилось кривовато и некрасиво. Есть такой инструмент, он называется сглаживание. Он здесь в карандашике всегда прячется. И вот им можно попробовать это сгладить. Он, как правило, очень классно работает. Вот он, сглаживание. Убирает лишние точки, делает линию более упругой. Соответственно, то, что надо. Эта линия, эта линия и эта линия, они у нас должны быть пунктирные на 0,5. И давайте дадим полтора на полтора. Отлично. И я хотела дать еще одно членение, которое сделает наше платье, ну, вообще прям просто бомбой. Вот из этой точки через линию талии, через линию бедра. Главное сейчас ее красиво нарисовать, но мы чуть-чуть подправим. И вниз. Вот. Сейчас мы ее проверим, что она действительно такая, какая ей нам нужна. И в нужном месте проходит. Вот так. Уберу отсюда пунктир. Дам его тоже единичкой. И разберу между собой все. Все. Это лишнее убираем. То же самое сделала, что с чашечкой. Вот теперь такая штучка получилась. Теперь смотрите. Всю мою конструкцию я раззеркаливаю. Что я сделала? Выбрала инструмент. Зеркальное отражение. Поставила точку по центру. Начала вращать платье. Видите, оно по кругу вращается. Этой точке. Нажала кнопку Shift. Оно начало вращаться на угол 45 градусов. Нажала кнопку Alt для копирования. Отпустила кнопку мыши. Отпустила кнопки клавиатуры. Теперь центр мы сольем в едино. Выбрала два объекта. Слила. Вот такая красота у меня получилась. Давайте мы зальем белым цветом. Можно еще длину посмотреть. Нужно ли ее удлинить или нет. Здесь смотрите сразу. Когда мы рисуем с вами именно технический рисунок. То мы рисуем его на реальной пропорции. Я могу конечно же взять высокую, тонкую, звонкую девочку. И на ней это нарисовать прям очень-очень все тоненько и худенько. Но потом, когда это все переложится на реального человека. Оно вполне возможно вот так будет смотреться. В связи с этим я предпочитаю все-таки рисовать реалистичные технические эскизы. Которые взаправду показывают, а что это такое, как это будет смотреться. И стоит оно того или нет. Вот таким образом. И давайте мы еще спиночку нарисуем. Берем наше платье. Копируем его на соседа. По спинке мы оставим эти линии. А вот здесь оно у нас будет идти по-другому. Соответственно это мы удалим. И вот от этой точки у нас с вами будет спинка. Так, соответственно где у нас? Вот она точка, которая идет до точки, до точки. Так, это все мы собираем в одну единую основу. Нужно, чтобы они сомкнулись в точки, чтобы было соединение. Так, убираем пунктирную линию. Она должна быть как основа. Единичка. Это тоже лишнее. И вот это сливаем между собой. Вот. Вот здесь какая-то у нас получилась штучка. Сейчас мы посмотрим, что там такое. Вот так. Как в это платье мы будем влезать? Ну, соответственно, нам нужен центральный шов. Скорее всего с потайной молнией. Сгруппировать. Это заполнительно подписывается, как оно там крепится и что делается. Можно его так обозначить, что тут молния. Теперь мы вот эту всю часть копируем еще раз сюда наперед и уводим назад. Монтаж на задний план. Чтобы вот эта часть нам показалась, чтобы мы видели, как она проспечивает вот эту вот нашу с вами спиночку. Ее можно сделать серенькой, чтобы она туда вглубь уходила. Ну и, соответственно, можно точно так же сюда откопировать. Сейчас я единственное, что не сделала. Надо вот это сгруппировать и вот это сгруппировать, чтобы группы были. И вот здесь я немножко линии не довела. Вот так. Соответственно, сгруппировать. И когда мы с вами что-то будем делать, вот это сюда копируем монтаж на задний план. И точно так же можно эту часть сюда скопировать. Вот таким образом. То есть, когда мы смотрим на платье, если мы его просто с вами положили на пол, то вот мы будем видеть, что у нас с вами проглядывают формы чашечки и по спинке тоже это все проглядывает. Внутри там может быть кассет, это можно нарисовать отдельно, если оно там есть. Ну и давайте попробуем всю эту красоту теперь покрасить цветом. Сейчас я нарисую отдельно. Мы с вами специально его рисовали таким образом, что у него можно выбирать отдельные части, например, бачки, и красить их одним цветом. А центр красить другим цветом. Так же, как и чашечки тоже могут быть покрашены каким-то цветом. Могут покрашены быть так, могут покрашены быть так. Спинка. То есть, можно вот таким образом с ним сыграть. При этом, смотрите, это классический принцип формирования силуэт. Мы можем сделать так, а можем сделать так называемый реверс, когда у нас будет бежевая, а вот эта часть будет черная. И то, и то может смотреться достаточно интересно. Но здесь, смотрите, когда мы черное вот это делаем, лучше цвет контура задать светло-серым. Тогда будет лучше видно. Ну и здесь, соответственно, средний серым зададим изнанку. Вот. И смотрите, как здесь формируется, вроде как черное отсекает, а здесь, наоборот, формируется четкий слой. То есть, одно и то же платье, а насколько по-разному оно смотрится. Можно вот на такое платье, например, положить какую-то красивую блестящую ткань с блестками. Давайте посмотрим. Я захожу в гугл. Бесшовная заливка. Глестки. Давайте такой запрос сделаем. И посмотрим, что он нам выдаст. Имейте в виду, что у очень многих тканей, видите, оно защищено. Соответственно, это нельзя свободно использовать. Вот можно глиттер написать. Если есть свое фото, это будет изумительно. Так. Я заранее не подобрала, так что ищем вместе. С вами бесшовная заливка. Да, у нас есть. И вот они, глиттеры. Давайте еще посмотрим. Вот. Вариант бесшовной заливки. Видите, она свободная. Не вижу на ней никакой защиты, хотя она на фрипике. Можно зайти купить. Для демонстрации я сейчас ее копировать картинку. Вставляю ее в Adobe Illustrator. Вот. Теперь я ее ужму. Вот так. И закину ее в образцы. И теперь мы с вами то, что у нас бежевым. Двойной клик. Волшебная палочка. Залить. Получилось нарядное платье с золотой тканью. Ну, естественно, лучше взять фотографию той ткани, которая у вас будет. Может быть, это что-то будет расшитое пайетками и так далее. Вот у нас получилось очень нарядное, очень праздничное платье, и которое отвечает какому-то духу. Можно наоборот сделать. Можно только одну часть залить. Как вот здесь я показала, оно может по-разному распределяться. А может и вообще быть целиком залито одним цветом. Если, например, вы захотите его сделать черным или красным. В черном варианте оно будет смотреться вот так. И когда у вас черный, видите, ничего не видно, потому что черный контур, черная заливка. Сделайте светло-серую заливку, и у вас тогда будут видны основы. А можно, например, его сделать красным. Это как вариации. Дальше выбор всегда за вами. Может быть, красный, может быть, более глубокий цвет, например, бордовый. Заливку хорошо видно. И сейчас спиночку сделаем более глубоким. Вот у нас получилось платье. Форму вы можете задать свою. Соответственно, цвета вы тоже можете задать свои. Те, которые, на ваш взгляд, более актуальны. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк. Если у вас появились вопросы, и вы хотите отрисовать какую-то конкретную модель, напишите мне в комментариях. Я буду за это очень благодарна. Обязательно все читаю и рисую по вашим просьбам. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик. Для того, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Они выходят регулярно. А с вами была Чайковская Екатерина. Спасибо, что были со мной. Обязательно рисуйте и творите красоту. До скорых встреч. Пока-пока.